Начальник участка игровой техники киностудии имени Довженко Пётр Доставалов показывает событиям гараж. Здесь и раритетные «Волги», и «Москвичи», и оригинальный автозак «ГАЗ-1М», он же «Чёрный Ворон». На таких в НКВД забирали политзаключённых. Но едва ли не самая большая гордость вот этот «Бьюик». Таких в мире всего шесть. Несколько лет назад тут была ещё одна гордость — «Чайка», на которой Брежнев открывал монумент «Родина-мать» в 81-м. По словам Петра, та машина бесценна. Допустим, как в Ленинграде крейсер «Аврора» стоит. Вот у нас в Украине одна такая «Чайка». Но четыре года назад её и ещё несколько автомобилей из парка забрал банк. В залог по непогашенному кредиту киностудии. Куда делись машины потом, не знали до того, пока для общественности не открыли Межигорье. Они увидели три раритетных автомобиля. Это две «Чайки» и один «ГАЗ-1М». Эти шикарные автовки вартостью близко 600 тысяч евро. Но, по словам активистов, банк выручил за эти три автораритета всего около 700 тысяч гривен. Вот эта «Чайка» с мягким верхом «Кабриолет» – уникальный автомобиль. Таких выпустили всего 14 штук. До сегодня сохранилось четыре. А вот этот экземпляр – единственный в Украине. Из оставшихся четырёх автомобилей в мире нам удалось найти лишь один. Такая «Чайка» находится в Москве. И её цена – 280 тысяч долларов. Хотя, судя по фото, выглядит она хуже, чем машина из Межигорья. В антикоррупционном комитете говорят, цены были специально занижены, а махинациями и нынешним директором киностудии «Довженко» Игорем Ставчанским должна заняться Генпрокуратура. У них принимали участь фирмы, которые, как нам удалось установить, за нашу информацию, они имеют отношение к нынешнему директору киностудии Ставчанского. Мы пытались связаться с руководством и прийти к нему, но он оставил территорию Украины и находится сейчас на территории Бельгии. События директора киностудии застать на работе тоже не удалось. Сейчас он действительно на больничном. Зам Ставчанского подтверждает, кредит брали, а банк изъял 6 из почти 30 заставных авто. В 2009-м купили аппарат для оцифровки архивных пленок. Его цена около миллиона евро. Приобрели под гарантией Министерства культуры. Получили согласие, но в определенный момент наступил кризис, и министерство просто заморозило поступление каких-либо средств. Нужно принимать было срочно какое-то решение. Все договоры с банком, акты приема передачи машин, аукционных торгов и прочие документы у них в порядке. А если в ходе расследования машины вернут на студию, киношники будут только рады. Может, даже выкупили бы. Да денег нет. Аппарат за миллион евро, из-за которого все началось, и тот простаивает в закрытой комнате. Нечем платить даже персоналу. Виталий Тарасов, Алексей Ковалевский. События.